Потом появились бараки, а в нем было 100 человек, но у каждого была своя кровать, тумбочка и табуреточка. Бараки были построены для рабочих, которые приехали возводить московский коксогазовый завод со всех уголков страны. А в конце 40-х, когда предприятие начало свою работу, взялись за строительство рабочего поселка. Со временем он обрел свое неповторимое лицо. Аккуратные улицы, утопающие в зелени деревьев, двухэтажные здания. Этим видновчане прежде всего обязаны бессменному в течение трех десятилетий директору коксогазового завода Павлу Гаевскому и рабочему Тимофею Лемешко, много сделавшим для того, чтобы превратить город, видное, в город-сад. На мероприятие ребят не только познакомились с историей родного края, но и провели небольшую викторину по названиям улиц. Когда с ребенком говоришь просто, показывая фотографию, ему будет неинтересно. Но когда это в игровой форме, когда это и эмоционально, он сам откликается, он впитывает, как губочка, и, конечно, запоминает. Вторая часть экскурсии проходила по памятным местам и достопримечательностям видного. Началась она со старой части города. Улица Школьная, Заводская, Садовая. Каждая имеет свою историю, о которой школьникам поведал экскурсовод. Нельзя не затронуть строительство железнодорожной станции Расторгуева. Ее открыли в 1900 году. Мы с вами подъезжаем к Расторгуевской части нашего города. И вы вправе задать мне вопрос, а почему зеленая часть нашего города носит такое вот интересное название Расторгуева? Дело в том, что все эти земли раньше принадлежали московскому купцу Дмитрию Алексеевичу Расторгуеву. И когда началось строительство Рязано-Уральской железной дороги, Дмитрий Алексеевич Расторгуев все свои земли отдаёт бесплатно про строительство этой железной дороги. Таким образом, станция получила своё название. Стоит отметить, что она является одним из старейших остановочных пунктов Павелецкого направления. Сегодня нам рассказали очень много про историю нашего города. Мне очень понравилось. Экскурсии действительно интересные. Ребята и наглядно увидят свой родной город, чтобы была гордость за наш город. И это же даёт им такой стимул, чтобы оберегать свой город. Городские экскурсии сотрудники историко-культурного центра проводят уже на протяжении нескольких лет. В основном для первоклассников городских школ и знакомит их с историей родного края. Ирина Бокова, Михаил Решетов, Елена Кошелева. Видное ТВ.